Еще в середине апреля мы отработали несколько математических моделей по развитию коронавирусной инфекции в Вологодской области. Базовый сценарий и негативный сценарий. И мы понимали, что пик развития инфекции придется где-то на 12, 13, 14 мая. И сегодня заявление президента, который продлил нерабочие дни до 11 мая, я считаю абсолютно оправданным, потому что мы должны выйти на пик, выйти на плато и после этого вводить уже меры, которые позволят запустить в работу те предприятия, которые подвергаются наибольшим рискам. Поэтому еще одна инициатива президента, которую я полностью поддерживаю, это к 5 мая правительству Российской Федерации отработать комплекс мер по снятию ограничений по отдельным отраслям промышленности. Мы это тоже сделаем. И 7 мая я в режиме прямого эфира проведу видеоконференцию с предприятиями малого и среднего бизнеса и озвучу меры, которые мы отработаем после выхода на пик заболеваемости по ослаблению карантинных режимов. Президент дал поручение главам регионов о наращивании коечного фонда, несмотря на то, что в некоторых регионах ситуация находится под полным контролем региональных департаментов здравоохранения. Мы не стали ждать этих указаний Министерства здравоохранения Российской Федерации и приняли для себя решение, чтобы к 15 мая, к пику, развернуть дополнительно еще 700 коек и довести их общее количество в монопрофильных госпиталях до 1300. Это позволит нам при любом, даже негативном сценарии, сделать все для того, чтобы оказать помощь заболевшим, обеспечить их необходимым медицинским оборудованием, лекарствами, аппаратами ИВЛ и койками кислорода. Все эти задачи выполняются, вторая очередь разворачивается, мы пошли еще дальше. Сейчас мы уже в планах думаем о развертывании третьей очереди инфекционных коек, если это потребуется после того, как 12-13 числа мы выйдем на пик.